я не знаю, пишет он, не пишет, куда я в менюшку-то ускакала вроде пишет ладно, пишем создаем новый документ без разницы какой значит так, сейчас я рисую кружочек я нажимаю кнопку L, горячая клавиша кружочка зажимаю Ctrl-Shift и от центра рисую абсолютно идеальный круг вернее не Ctrl, а Alt-Shift хорошо, нарисовали теперь нам нужно из этого круга выкромсать несколько кусков чтобы сделать лапы, хвост и хобот для этого, для наглядности я беру беру другой цвет и рисую несколько овала так, это у нас будет овал между лапами лучше всего, наверное, его выделить по центру для этого я выделяю оба овала потом иду в выравнивание здесь ставлю выровнять по ключевому объекту выбираю черной стрелкой кликаю по синему кругу чтобы он стал ключевым жирная ободка появилась и выравниваю вот наш зеленый овал выровнялся по синему кругу хорошо подтягиваем чуть-чуть выше так, далее обозначаем хобот берем зеленый овал перемещаем, перемещаем, перемещаем так, поворачиваем делаем что-то толще лапы получаются кривые здесь заужаем в общем, думаем о лапах сразу в общем, кривой получится, но не страшно главное сам принцип показать дальше рисуем еще один овал под хвостом так, здесь у нас будет хвостик хвостик должен быть тоненький а дальше нам нужно отрезать лапы снизу для этого мы берем кнопкой M, английской прямоугольник и подводим чертон да, слой будет кривой у тебя слой-слой получился аккуратнее ты знаешь, сколько я его вычищала? верю, верю ну, в смысле, выравнивала я так представляю ну, слой-слой классный дальше мы берем инструмент вот этот вот он вызывается горячей клавишей shift, английская M называется создание фигур очень классный инструмент именно с помощью него я делала удаляла лишние куски там на зонтанду для того, чтобы удалить лишние куски нам нужно выделить объекты, которые мы собираемся кронцать нажать shift M и далее смотри чтобы удалить лишние куски нужно зажать alt и появляется у стрелки минус начинаем удалять кликаем посередину удаляемого объекта вот тырк 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 я делала более сложную путёп я тоже на самом деле этот инструмент освоила относительно недавно сейчас пользуется им очень активно потому что это очень удобно можно удалять не только сплошняком заливки но и точно так же работать с обводками Например, создадим объект только с обводкой. Обводка, обводка. Делаем ее потолще для наглядности. Берем инструмент Shift M. И стараемся попасть не в площадь фигуры, а именно на ее контур. Она подсвечивается. Раз, два, три. Получаем отличную заливку. Единственное, если при работе с заливкой у нас остается сплошная фигура без дырок, то при работе с обводками обводки автоматически не собираются в один объект. У нас получилось два объекта. Их нужно свести воедино. Для этого мы выделяем белой стрелкой концевые точки, которые друг на друга накладываются, и нажимаем Ctrl, английская J. Она сводит выделенные точки в одну, соединяет их. И получается у нас единая заливка. Выделяем Ctrl J, английская, у которой русское О. Вот все, у нас есть единый объект с единой заливкой. Вот таким макаром получается минимум лишних артефактов, очень быстро и очень удобно. Иногда, конечно, возникают лишние точки, но это очень редко. И эти лишние точки, они становятся отдельными объектами в панели слои, их легко найти. Легко найти и удалить. Но принцип такой. Ты можешь своего слоника использовать как трафалет, обвести его поверх овалами и кругами, а потом под таким же макаром обрезать все лишнее. Угу. Поняла. Спасибо. Отлично. Отлично.